Конечно же, самые большие самосвалы в Советском Союзе выпускал белорусский автомобильный завод. В этом видео я расскажу о самых грузоподъемных моделях советского периода, как серийных, так и опытных. Спонсор данного ролика – компания 1XBET. Вы уже сами знаете, что это надежность, широкий выбор событий и моментальные выводы. Все ссылки вы найдете в описании и в закрепленном комментарии. Переходите, регистрируйтесь и получайте крутые бонусы. Первым самозавода являлся МАЗ-525 грузоподъемностью 25 тонн, выпуск которого был передан с Минского автозавода. Там машина создавалась как самосвал-голобовоз для строительства плотин. С самого начала грузовик собирали из частей, поступающих с МАЗа. Но уже к 60-му году их производство было полностью передано на БелАЗ. Двигателем самосвал услужил дефорсированный до 300 лошадей танковый дизель. В 60-м на конвейер встала еще одна модель, также разработанная на МАЗе. Трехосный самосвал, грузоподъемностью 40 тонн, оснащенный все тем же танковым дизелем. Но мощностью уже 450 лошадиных сил. Если по двигателю машины различались только степенью форсировки, то по трансмиссии различий было больше. На 525-м коробка передач была пятиступенчатая механическая. А на 530-м стоял гидротрансформатор и трехступенчатая планетарная коробка передач с полуавтоматическим переключением. Также на трехосном самосвале стояла двухступенчатая раздатка, которой не было на двухоснике. Машины различались и задней подвеской. На 530-м она была балансирной. А на 525-м задняя подвеска отсутствовала вовсе. Мост жестко крепился к раме. Но в работе тяжелые и неповоротливые трехосные машины показали себя не с лучшей стороны. В 1962-м их выпуск прекратили. А МАЗ-525 выпускался до 1965 года. В сентябре 1961-го был создан принципиально новый карьерный самосвал грузоподъемностью 27 тонн. БелАЗ-540. Оригинальная компоновка с одноместной кабиной сбоку от двигателя позволила получить минимальную колесную базу при минимальных габаритах машины. Что очень положительно сказалось на маневренности самосвала. На этом БелАЗе впервые в отечественном автомобилестроении применили пневмогидравлическую подвеску, упругим элементом в которой служил сжатый газ. Эта подвеска обеспечивала самосвалу высокую плавность хода, как в груженном, так и в порожнем состоянии. Также новинкой была самосвальная платформа ковшового типа, которая снизила центр тяжести автомобиля, тем самым улучшив устойчивость. Двигателем самосвалу служил все тот же танковый дизель D-12A. В 1962 году БелАЗ выпускает карьерный автопоезд, представляющий собой седельный тягач с самосвальным полуприцепом. Благодаря грамотной компоновке по габаритам он был даже меньше, чем МАЗ-530, а грузоподъемность при этом увеличилась до 45 тонн. Он оснащался дизельным двигателем мощностью 450 л.с. Эксперименты с автопоездами продолжили и в 1964 году построили дизель-троллейвоз грузоподъемностью 65 тонн с электрической трансмиссией, состоящей из тягового генератора и четырех мотор-колес на тягаче и полуприцепе. Питание осуществлялось либо от собственного дизеля ЯМЗ-240Н или от контактной сети. В 1967 году запустили в производство 40-тонные самосвалы 548А с новым турбодизелем Ярославского моторного завода на 500 л.с. и трехступенчатой гидромеханической коробкой передач. В период с 1963 по 1967 год на Белазе выпускали самосвальные автопоезда с задней разгрузкой грузоподъемностью 65 тонн, оснащенные двигателем ЯМЗ и приводом на задние колеса тягача. Белаз 549, выпущенный в 1968 году, стал первым советским карьерным самосвалом с электротрансмиссией. Грузоподъемность составляла 75 тонн. Машину также отличало наличие электродинамического тормозозамедлителя и гидропневматической независимой подвески всех колес. Опытные образцы оснащались ленинградским дизелем М300 мощностью 850 л.с. На серийных машинах этот дизель уступил место 950-сильному двигателю Свердловского турбомоторного завода. В 1973 году разработали самосвальный автопоезд с задней разгрузкой грузоподъемностью 120 тонн. Он оснащался вертолетным газотурбинным двигателем мощностью 1200 л.с. Еще один 120-тонный автопоезд выпустили в 1973 году. Колесная формула 6х4. Объем активного полуприцепа с донной разгрузкой и мотор-колесами составлял 107 кубов. Прототип полноприводного самосвала грузоподъемностью 110 тонн с очлененной рамой и передними двускатными колесами изготовили в 1977 году. Однако на практике автомобиль с поворотными мостами вышел излишне высоким и не пошел в серию. Первые два прототипа самосвала грузоподъемностью 170 тонн построили в 1980 году. К серийному производству в варианте БелАЗ-75211 приступили двумя годами позже. Но из-за перегруза передней оси, вызванного тяжелым тепловозным двигателем, самосвал вскоре потребовал доработки. Облегченный на 2 тонны вариант БелАЗа получил индекс 75213. Его завод выпускал с 1989 по 1991 год. Следующая модель вышла в серию в 1991 году. БелАЗ-75214 имел грузоподъемность 180 тонн и оснащался двигателем мощностью 2300 л.с. А годом ранее, за пару месяцев до развала Советского Союза, БелАЗ совместно с японской фирмой КамАЦУ построил огромный сочлененный самосвал 75501 грузоподъемностью 280 тонн. В качестве силового агрегата применялся тепловозный дизель с газотурбинным надувом Коломенского завода, объемом 165 литров и мощностью 3150 л.с., объединенный синхронным трехфазным генератором переменного тока. Движение обеспечивали четыре электромотора постоянного тока, встроенные в колеса. Гигант, длиной чуть более 15 метров, шириной 8 и высотой чуть менее 7, имел радиус поворота 16,5 метров. Самосвал получил гидропневматическую подвеску всех колес, двухместную кабину, в которой были предусмотрены кондиционер, отопитель, магнитола и радиостанция. На этом автомобиле впервые в СССР применили камеры заднего вида и электронную систему контроля загрузки. В конце 80-х БелАЗ мог производить до 6000 автомобилей в год. На тот момент это была половина мирового выпуска тяжелых карьерных самосвалов. Экспорт БелАЗов осуществлялся более чем в 70 стран. На данный момент предприятие занимает около 27% рынка карьерных самосвалов грузоподъемностью более 90 тонн. Напоминаю, что наш спонсор 1Х сделал бонус специально для вас. По промокоду КОСТОС вы можете получить бонус до 100 долларов при первом депозите. Вы сами знаете, куда его вводить. Переходите, регистрируйтесь и получайте крутые бонусы. Субтитры подогнал «Симон»!